Становление личности в обществе – аргументы для сочинения эссе по обществознанию. Общество воспитывает личность человека по своим ценностям, которые могут быть разными, к примеру, оно прививает любовь к свободе или консерватизм. Если общество просто взаимодействует с личностью, но не давит на нее, значит, ничего впереди необычного не ожидает. Человек становится уверенным в себе, активным и свободным внутренне. Если же общество прививает консерватизм, то человек будет не совсем уверен в себе, закрыт и замкнут. Хотя, воспитание в семье тоже играет немаловажную роль. Есть немало примеров, которые показывают становление личности в обществе. Возьмем, к примеру, произведения Виктора Гюго «Отверженные». Вор украл у священника посуду, а потом полиция его поймала и привела к пострадавшему. Святой отец заявил, что сам разрешил взять его посуду. Такая ситуация изменила вора до неузнаваемости, он перестал воровать и стал жить как честный человек. Как видите, конечный результат формирования личности может оказаться непредсказуемым, потому что на него оказывают влияние даже самые мелочи, происходящие в жизни. Чувство ответственности помогает людям развивать в себе уверенность и готовность жертвовать собой. Яркий пример – главный героик. Воробьева из произведения «Убиты под Москвой». Алексей Ястребов стал мужественным и требовательным из-за постоянной опасности. Он отлично понимает, что настоящая личность может не только спасти Родину, но и иметь свои убеждения и интересы. Это заставило его пойти навстречу немецкому танку и одержать победу не только над ним, но и над собой. Несмотря на то, что становление личности в обществе – это сложный и долгий процесс, заветное окончание этого процесса стоит затраченного времени. Ошибки, утраты и немало переживаний пришлось пережить главному герою романа Л. Н. Толстого «Война и мир» Пьеру Безухову. Он долго распылялся и испробовал множество путей, потому что не мог понять, куда ему двигаться, чтобы достичь своих целей. Пьер предавали, брали в Лен и он пережил войну, но это не сломало его, а наоборот – завалили характер на новые свершения. В конце произведения он уже предстоит возмужавшим, остепенившимся и он нашел свое счастье в жизни. Он создал семью, где все зависит только он него, и он прекрасно понимал, чего хочет от жизни. Еще один хороший пример мы видим в произведении Д. Фанвизина «Недоросль». Здесь явно видно, как в семье начинается формирование личности. Мама Митрофанушки каждый день говорила, что ему не обязательно учиться, а люди ниже статусом презренные, как рабы. Это все вкладывается ребенку с детства и, соответственно, во взрослой жизни он получает много плохих качеств. История России тоже насчитывает немало примеров становления личности, к примеру, Кутузов. Он был прекрасным полководцем, а также прекрасным товарищем для своих солдат. Еще он был близок к народу, всегда понимал и сопереживал. Именно потому его все любили. Он воевал вместе с солдатами, а не сидел в штабе. Ему была интересна не только русская, но и зарубежная литература. Все это вместе оказало большое влияние на становление его личности. Личностью не рождается, личностью становятся примеры, аргументы на тему социализации личности для сочинения эссе по обществознанию. Становление личности в обществе все чаще называют проблемой, потому что это действительно сложный процесс. Проблема сохраняет актуальность во все времена, ведь процесс год от года не меняется. Сложно не согласиться, что личностью не рождаются, а становятся. Ведь при рождении мы просто получаем некоторый набор качеств черт характера и предосположенности. Никто не рождается уже готовой личностью, а индивидом которому еще предстоит пройти процесс адаптации. Становление личности в обществе возможно только при общении с агентами социализации, родителями, школьными друзьями и так далее. Но нет конкретного возраста для этого. Происходить это может в любом или же не быть вовсе. На характер влияют и жизненные ситуации, в которых оказывается человек. Если человек все получает легко и что захочется, то ему и не нужны другие люди, а если ему приходится постоянно преодолевать сложности, то его уважают в обществе и он в него вливается. Однако, не всегда личность хоть и формируется, но становится частью общества. Вспомним хотя бы детей Маугли, которые долгое время живут в дикой природе и растят их животные. Когда они попадают в наше привычное общество, то адаптируются к нему, но его частью не становятся. В малом возрасте каждый ребенок проходит социализацию, а такие дети ее упускают. Невозможно стать личностью без социализации, а потому она крайне важна для каждого. Писал о становлении личности Н. Леонтьев. Смысл высказывания «личностью не рождается, личностью становится» состоит в том, что формирование личности происходит в течение всей жизни. И это верное утверждение, потому что общество на нас влияет постоянно. В большинстве произведений литературы можно встретить примеры развития личности. К примеру, Ас. Пушкин «Капитанская дочка». Здесь стоит обратить внимание на такого героя, как Петр Гринев. Хотя бы вспомним, как он отзывается о своей семье, он ей очень благодарен за то, какой он стал. Они дали ему такие качества, как доброта, трудолюбие, целеустремленность. Все это очень пригодилось ему в жизни. В романе Пушкин рассказывает, как его герой становится из избалованного и легкомысленного, мудрым, сильным мужчиной. Это прекрасный пример того, что он стал личностью, а не сразу и родился. Есть и масса примеров в реальной жизни. Например, бедная семья всегда старается привить ребенку хорошие качества, которые помогут ему добиться в жизни успеха, и, чаще всего, эти дети его добиваются. Они становятся сильными и целеустремленными. Бывает и так, что ребенок растет в богатой семье, но в итоге становится социальной личностью. Это уже влияние общества. Как обычно говорят, связался с плохой компанией. Так что никогда-никогда нельзя сказать, что человек станет той или иной личностью. Она формируется в процессе жизни и иногда процесс бывает непредсказуемым.